Ребятки, всем приветик. Посмотри, как я здесь. Поснимай. Давай, давай поснимаем. Сегодня мы собираемся съездить в магазин. Нужно уже отправлять посылку для Кати Сабель. Хотим посмотреть, какие продукты продаются. В принципе, я уже присматривалась, что продается. Мы друг другу срок дали 2 недели. А мне японские хочу. Алисе опять японская все надо. Ну, в общем, едем сегодня по магазинам искать чисто русские продукты. Посмотрите, как я сейчас улыбну, ребята. Не надо, нет, 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 не надо. Нет уж, спасибо, доченька. У нас ведь Мася сходит с ума. Она снова впала в охоту. И мы не знаем, что с ней делать. Она прямо ходит и орет. Посмотрите, ребята, посмотрите, посмотрите. Посмотрите, посмотрите. Да. Но не так, как некоторые кошки орут. Узнаете, что их даже в туалете приходится закрывать, чтобы они там орали, а не на всю квартиру. Хип-пик-пик. Хип-пик-пик. Да она в шоке, Алиса. Она думает, что тебе надо от меня? Что тебе надо от меня? Что тебе надо от меня? Слушай, нет, все, она, похоже, успокоилась. И она не хочет, чтобы мы сейчас ее трогали. Она спать легла. Я тебе подойду. Да, она немножко меня укусила, но ничего страшного. Она недовольная, она хвостиком машет. Смотри, смотри, видишь, дергает хвостиком. Нет, она отдыхает. Своим отростком. Ты что, ты что, ты что? Ты что, ты что? Ты что, ты что? Балерина, ты моя. Купили колготки ей на 116 сантиметров. И они ей уже маленькие. Я даже не знаю, неужели уже на 120 брать? Думаю, что по стопе колготки на 120 будут большие. На 116 уже маленькие, а она у нас всего метр ростом. У нее ноги длинничие, и поэтому я даже не знаю, что делать. Придется колготки больше покупать. Это мой рост такой. Ага, это твой рост. Эти уже выбрасывать пора. Все. Все уже, затасканные колготки. Единственные, которые хорошо растягиваются, мы их доносили с Алисой уже просто до дыр. Поднимай давай. Чего уронила-то? Вот так. Это что такое? Тогда сразу убирай в свой ящичек. Где у тебя колготки лежат? Они уже высохли. Убирай. Где, вот эти? Да. Складывай. Все, и закрывай. Умница. Ну что, я накрасилась. Отправляем папу за машиной. Ой. Эй, больно маме? Ну дурилка моя. Ой, дурилка. Все, цепляйся. Алиса у нас любит подурить. Особенно если камера включена. Это ее любимое занятие. Подурить. Навести какой-то трэш. Да, Алиса? Навести трэш. Беспорядок. Подурить. Вот, вот, видите? Может перестанем видео снимать, а? Будешь спокойным ребенком? Нет? Нравится баловаться, а потом смотреть про себя видео. Ей очень нравится, как она баловалась. Хохочет прямо над собой. Смотрит, хохочет. Еще сегодня мы хотим съездить и сделать фотографии для загранпаспорта. Нет, мы еще не едем в алмаз. Нет, в алмазе мы были вчера. В общем, хотим сделать фотографии для загранпаспортов. И хотим куда-нибудь съездить, где тепло. Хотим отдохнуть где-нибудь, где тепло. Моя мечта это Мальдивы. Я очень хочу побывать на Мальдивах. Этот белый песок, голубые воды. Ой, обалдеть. Но я боюсь, что я не выдержу перелета. Потому что 3 часа до Краснодара для меня это прямо аж уже все. А тут нужно будет лететь, наверное, часов 8, мне кажется. Если не больше, может быть, даже 10. Не знаю, наверное, 8. И там еще пересадка на гидросамолете до этих островов. Не знаю, я вообще в шоке. Мне кажется, я не выдержу. Но я не мечтала. Я об этом даже не мечтаю теперь. Да, мы посмотрели с Лешей, сколько лететь до Мальдив. Это вообще что-то. Ну что, Алиса, куда поедем? Куда хочешь сгонять? Ну, хочу в магазинчик. Нет, я не про магазинчик. Я тебя спрашиваю про страну. Нет, я хочу тянуть ручку, тянуть ручку. Мороженки сейчас уже не продают, уже зима. Все. Ах, как прикажет. Все. Все. Так, я сейчас эту палку отберу у кого-то. Вот только задень меня. Вот только задень. И сразу получишь по попке. Мама, не надо получить по попке. Леша мне предложил как вариант до Владивостока на поезде с города Екатеринбурга до Владивостока добираться, ну, суток, наверное, 6. Вот. А дальше уже с Владивостока можно куда-нибудь будет стартануть. Ну, я думаю, что это просто бред. Бред. Вот, видите? Мякает. Мы любим вот так все вместе поваляться. Да, Лиз? Да. Вот так все вместе. Три девочки. Она не вырывается? Нет. Нет. Что она там делает? Такая покорная. Смотрите. Даже не шевелится, только мурлыкает. Ой, она еще глаза закрывает. Ей нравится, похоже. Да, Лисюня? Маша, у меня греет. Смотри, какие у нее глаза зеленые. Да. Они прямо у нее сильно зеленые и носик такой оранжевый, да? Да. Это Мася. Смотри, все. Заснула. Уснула. Ох, это Мася. Охотница, охотница. Сейчас папу позовем. У нас будет семейное фото. Мы позвали Лешу, чтобы он к нам присоединился. Войдет ли он в кадр, я не знаю. Давай вот так попробуем. Вот так. Ох. Почти. Почти вошли все. Семейное фото. Давайте, раз, два, три. Все, Мася не выдерживает этого креста. У меня волосы прижало еще с ней. Мы хотим, Мася. Вот это ты, Мася. Да она боится наших криков, мне кажется. Ой, я сама еще себе волосы прижала. Все, ты за машиной? Ты за машиной? Слышишь, мякает. Ты за машиной пошел? Пошел. Иди. Все, иди давай, мы уже выходим на улицу. Смаси даже. Да. Сегодня я вот так оделась. Штанишки черные, лапяшки. Сегодня ты так оделась. Кофточка моя, снизу майка. Я совсем забыла про эту кофту. И сегодня нашла ее в шафонере. Представляете? Обожаю. Лисишка-зайка моя готова. Решила одеть сегодня свои сапожки замшевые. Ну и пока тепло, живут в этом пуховичке. Нажимай первый этаж. Нажимай, нажимай, нажимай. Молодец. Я быстрый. Как будто чоченька. Да? Нет, ты как будто погрузил на голову. На мастер-хай. На мастер-хай? Да. Вау. Доча, мы ждем тебя. Вчера лиса тут так сильно долбанулась. У нас упала. Маленькими камушками все посыпали сегодня. Хочу с вами поговорить по поводу комментариев на тему моей готовки. Готовлю ли я? Это палку какую-то нашла. Это шва бродецкая. В общем, решили, что сначала едем в новую ленту, которую сделали здесь у нас недалеко. На северо-западе. И там сакалат. Ой, кому что. И по пути, если увидим, где делают фотографии для загранпаспорта, то мы заедем и сделаем фотографии. Готовлю ли я дома или не готовлю? Конечно, я дома готовлю, но я готовлю обычную еду. Каша, картошка, курица, плов. То есть такое, что можно сделать быстро и что не требует особо траты времени. Почему так получилось? Раньше я готовила много. Но потом Леша стал ездить на север. Это был 2008, нет, 2007 год. 2008, да, Леш? Леша начал ездить на север. И получается, его дома не было по 2 месяца. То есть мне, в принципе, готовить было не для кого. И я разленилась. И на протяжении, сейчас скажу, сколько, когда-то перестал. На протяжении 7 лет можно сказать, что я готовила только самое-самое простое. В общем, особо не напрягалась. Но и сейчас я готовлю точно так же. И Лешу это устраивает, и меня это устраивает. Мы очень любим кушать где-нибудь в таких местах, как какие-нибудь ресторанчики, кафе. Ну, кафе нормальные, не забегаловки, не знаю, вообще брезгую забегаловками. В общем, я люблю кушать в нормальных местах, где вкусно готовят. К еде мы очень притязательные. Я не люблю, когда готовят тяп-ляп. Если я где-то покушала и что-то сделали не так, как я люблю, то я больше в это заведение никогда не вернусь. Поэтому не надо писать, что я ем что попало и ем всякую ерунду. Это все неправда. Никогда в жизни я себе не позволю есть всякую ерунду. По поводу того, что я ребенка ничем не кормлю, и ребенок у меня голодный, и мучается у него проблемы с желудком и со всякими другими частями тела. В общем, ничего только уже не писали. Все это полная чушь. Алиса у нас постоянно проходит всякие медицинские обследования, ни на что не жалуется. Не переживайте, все у нее отлично. Кормим мы ее отлично, а ребенке мы думаем в первую очередь. Если вы увидели в видео, что мы купили сабвей, или купили пиццу, или какое-то что-то сладкое, вы должны прекрасно понимать, что видео я снимаю раз в 2-3 дня, бывает и больше. То есть то, что я вам показываю, это лишь небольшая часть. И, как правило, такую еду Алиса у нас кушает, если мы куда-то выехали. То есть она у нас не любит, допустим, еду, которую подают в ресторанах. Ну не любит она. Она и дома это может поесть. Зачем она будет это есть в ресторане? Она хочет что-то такое, что хотят все дети. Что-то такое запретное. Фастфуд, вкусняшки, что-то сладкое. Поэтому не надо мне писать, что мы плохо питаемся, мы ничего не кушаем. Это все ерунда. По поводу того, что Леша ходит у меня голодный. Ну, я не знаю, нас все устраивает. Я говорю, если честно, Юля, даже и готовить-то некогда, честно говоря. Я ни на что не жалуюсь. Вы посмотрите на мою харю. Я наоборот что-то, по-моему, даже и поправился за последний, наверное, месяц. Да, Леша очень любит супы и сам их ест. Я супы вообще не люблю, и поэтому я их практически и не ем. Вот, Леша бывает даже готовит, а я и не знаю о том, что он что-то себе там готовит. Я обычно делаю все намного проще. Очень люблю плов и делаю его часто. Кашу Алисе постоянно делаем, картошечку жарим. В общем, мы едим только то, что мы любим и то, что мы едим. Мне написали, Леша, что ты меня скоро бросишь. Это почему? Мы должны с тобой развестись. Это что за бред? Ну, не знаю. Наверное, это все из-за того видео, когда ты у моей мамы унюхал что-то вкусненькое. Решил посмотреть, что у нее в кастрюльках, и у тебя слюнки потекли. Давай, короче, все, что касается моего папы с тетей Тани и Павловны с Михайловичем. Хоть туда, хоть сюда я приеду. Открою холодильник, залезу и найду чем покушать и съем. Мне никто ничего за это не предъявит. А тебе никто не предъявлял? У нас такие подписчики предъявляют, получается. А, что ты лазил по кастрюлькам? Ну да, типа, что это Юля не готовит-то? Все она готовит. Все, я и дома поел. Но я унюхал что-то вкусненькое, вот залез, захотелось мне и съел. Что, кому что жалко? Ну так оно и есть на самом деле. Я не знаю. У меня так получается, видимо, видео показать, что мы ничего не едим. Мы ходим голодные, побираемся по ресторанам и кафешкам. И по родителям, да, Леша? Леша доставал Алису из машины и снял ей ботинок. Иди помогай. Ужас. Я сама... Это просто оно свечилось. Ну, папа дернул тебя, похоже. Вот она, новая лента, недавно открылась. Я здесь еще ни разу не была. Пойдемте. Смотри, мы повреждены. Как вмятинка такая. Точно небольшая вмятина. Маленькая. И на решетке. Ну все. Выбираем накладки на унитазик. Они тут всякие классные. Вот сердечки, вот сердечки. Да нет, нижнюю достань. Нижнюю сам. Вот такие. Угадай, кто ты на лбу. Это у нас была такая. Была такая. Мама, девушка, я буду ехать по тебе. Смотри, Эви доктор. Да, вечер. Лечит кошку и собаку. Да. Да? Мама с ребеночком и с коляской. Нравится? Еще русалочка. Я и есть. Есть еще русалочка, да. Русалочка, золушка. Монстер хай куколки. Не надо большого. Бери маленького. Одного. Хотим взять веночек домой уже. Повесить его на двери. Мне вот такой нравится. Есть еще вот такой. Прям игрушечный как будто. Ну что, какой возьмем? Побольше? Красивый какой. Гирлянды всякие. Я хочу взять домой вот такую. У нас с Алисой в комнате на шторы повесить. Прикольная. Будет красиво смотреться. Как жемчуг, Леша, еще смотри, есть. Как жемчуг. Мои покупатели. Может возьмем вот таких шариков? Смотрите, какие красивые. Вот чьи это ноги. Это же елка без глаз. И ноги. Так, у нас все в золотистом цвете. Насколько я помню, в прошлом году было. Поэтому давай что-то золотое. Не, без красного. Вот такую тонкую золотую. Без серебра. Достало, блин. Вот такая подойдет. Но она же серебра. Ну, смотри, как перемешан. Серебро перемешано с золотом. Бери. Да? Мне нравится розовенькое что-то. Мне нравится что-то розовенькое. Вот розовенькое, доча. Хочешь, возьмем тебе такую розовенькую? В общем, вот такой берем. И возьми ту еще связку одну. Вон ту золотую, сильно золотую. Я хочу взять это. Нет, Леш, это благороднее. Давай вот эту. Смотри, какой у этого едки желтый. А это благородный желтый. Благородный желтый. Да, вот такое красиво. Едки желтые. Смотри, мишки, снеговики блестящие. Сова красивая, блестящая. Может, возьмем? Ну, что? Поставим их. Дома, красиво. Новогоднее настроение. Мамка, посмотри, что есть. Посмотри, айфон. Нет, у нас есть Дед Мороз. Вот сколько всего мы купили. Сейчас нам пробивают. И мы едем домой. Потому что на улице уже ночь. Все. Идем к машине. Ты не просил ее у меня? Шапку свою. На, одевай. Сейчас оденешь? Одену. Но мы еще не все купили. Все, что хотим отправить к Кате. В общем, будем еще искать. Только часть купили в ленте. Мишку, забирай своего. Ручки замерзли уже, да? Все-таки купили мы этого мишку блестючего. Мишка, я его потом оставила. Он вообще суперкрасивый. Я его, может, не возьму. У тебя аж лицо от него блестит. Давай я его забираю. Он такой легонький. Вообще красота неземная. Мне кажется, что уже фотографии мы, конечно, нигде не сделаем. Да, Леша? Сегодня пятница. Сокращенный день. Что, едем домой? Давайте елку будем доставать? А то у Кати Сайбель смотрела видео. Они уже елочку поставили. Может, мы тоже поставим? Давайте. Тем более купили украшения. Чего молчить-то, Леша? Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Елку будем ставить сегодня? Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Я думаю, ты про фотографию сказал, и я... Нет. И задумался ты. Закипел мой мозг в сторону того, где сделать фотографию. Не надо. У меня уже от шапки резинка впечаталась, поэтому я буду некрасивая на фото. Мы долго слишком ходили по магазину, поэтому давайте-ка едем домой, ставим елку сегодня. Хорошо? Алиса спит, даже не реагирует на свет. Что я тут включила свет, искала ключи. Вот. Сейчас Леша меня высаживает. Я возьму, наверное, пару пакетиков. А он будет кататься с Алисой. У меня, кстати, огромная просьба ко всем. Еще раз. Если вы знаете какие-то российские продукты, которые чисто российские, пишите в комментариях, пожалуйста. Я боюсь что-нибудь забыть. Матрешка. Матрешка. Нет, Леша, именно продукты. Смотрите, что происходит. Мурлыка. А? Мурлыка. После того, как мы приехали из Краснодара, я все время себе готовлю вот такой салат. Я покупаю готовый микс салатный. Тоскана он называется, Белая дача. Кладу сыр фитакса или другой любой сыр, вот такой, который для салата именно подходит кубиками, чтобы он шел. Плюс кукуруза и сухарики какие-нибудь. Обычно я люблю с курицей или с шашлыком. Но не этой фирмы. То, что было, то и взяла. Кажется, что это все не сочетается, да? Но на самом деле очень вкусно. Мне очень нравится. Заправляю маслом, немножечко майонеза. Ну, можно еще помидорку добавить. Ну, это, знаете, на любителя. Но мне нравится именно такое сочетание. И постоянно делаю себе такой салат. Леша тоже такой салат ест. Но он мужчина, ему нравится все-таки. Салаты не на основе травы. Он очень любит салаты такие посерьезнее. Например, какой там? Например, оливье ему нравится. Мясной какой-нибудь. Селедка под шубой. А я люблю вот такие травяные. Так, лакса. Соль и перец я, кстати, не кладу. Потому что и без этого очень-очень вкусно. Я считаю, что вообще, в принципе, на сухариках есть и соль, и перец, и приправы. И получается просто замечательно. Смотрите, что у нас тут происходит. Мы делаем перестановку. Котенок наш нам помогает. Проснулась, уже зашла домой с Лешей. Леха сейчас переоденется. Молодец. Домашняя и все. Я его наругала, просто он был в одежде верхней. И уже тут схватился за все. Давай, передвигает все. Сказала ему переодеться в домашнее. Давай сюда штаны свои. Не надо разбрасывать вещи. Папа, я хочу к тебе зайти. Ручки вверх, пальчики. Ой-ой-ой. Уже переставили диван. Сейчас будем переставлять стол сюда. Да, мы здесь вдвоем с Алисой. Да, но у папы нас здесь нет. Вот. Алиса помогает наряжать елку. Ой, они замерзли. Это маленькие ангелочки. И они замерзли. Давай подождем, пусть они оттают немножечко. И мы их попробуем включить. Хорошо? Да. Это булка в Киоли с день рождения был. Оказывается, буквы сохранились. Но они порванные. Поэтому я их выбрасываю. Почему мы их в прошлом году не выбросили, я не знаю. Так, это все в мусорку. Здесь у нас всякие развивающие карточки. Ой, какая красота. Давай я уберу. И развивашки пока сюда сложим. Ну ладно, здесь потом приберемся. Вот наша елочка. Мы ставим искусственную елку. А вот здесь у нас будет стоять диван. Еще сегодня мы купили. Вот мы показывали вам. Ребята, посмотрите, какой мы показывали вам. И накладка на унитазик. Да, посмотрите, как мы сносим. А ты будешь ходить на унитазик? Ребята, посмотрите, как мы сносим. Да, Алиса, это же для унитаза. Ребята. Ребята. А куда Мишку с тобой мы поставим? Ну, я хочу его поставить скрытой. Может быть на столик? Смотри, у нас с тобой стол вообще пустой вот этот. Нет. Там уже все заткнуло. Поставим как как будто. Вот так вот. Отлично. Один шарик у нас, кстати, сломался. Ребята, это папа бросил. Да нет, это не папа. Папа. Вот такой у нас снеговик. Вот еще какой домик. Ой. Ой. Кто-то сломал игрушку. Все говорят на папу. Алиса сломала игрушечку у нас одну, домик. Все говорят, папа, папа. Держать их нужно крепко. Понимаешь? Ломает папа. Сейчас папа соберет. Ты здесь аккуратно ходи, хорошо? Аказаться не только папа. Лучше стой здесь. Вот здесь стой. Стой. Да. Ребята, посмотри, какой у нас елочка. Та-дам. Фу, зачем ты это делаешь? Быстро омоешь, вытираешь потом грязным пальцем. Чтобы осколок вовнутрь не попал. Клапа, кровь идет. Есть же у нас, видите, совочки есть. И маленькая метелочка. Это гнев. Щетка. Ну тогда пылесос включай. Фу, Леша, перестань, иди мой руки. Это клубника, клубника. Кошмар. Какая клубника? Это клубника, точно. Смузи-клубника. Смузи-клубника, точно, ага. Леша, иди отсюда, я пропылесосую. У нас тут как раз стоит пылесос. Расскажи, мама, что у тебя есть на елке. Я украшаю елку. Расскажи, что у тебя есть? У нас много игрушек. У нас не много игрушек. А какие есть? А какие? В прошлом году мы покупали игрушки под старину, какие раньше были. Вот такую вот, например, лисичку мы в прошлом году покупали. Вот он, какой снеговик. Вот таких шариков много мы купили, красивых, разных. Вот такой еще у нас есть. Да. Это лозы купили. Да, такой грибочек. А давай вон там верхнюю стучку. Шарик Маши и медведь. Вот тут стучку давай верхнюю. Да, и наконечник красиво на елку. Давай, давай, давай. Давай, я украшаю, а ты снимай тогда. Так. Ты блогер? Да, блогер. Лисички свал. А где ушка ее? Не знаю, ушка уже нету, все оторвалось. Да, я его оторвалась. Папа, ты что здесь делаешь? Ничего себе. Дай мне пальчик посмотреть. А, какой? Это кто? Коровка-собачка. Вот такая смешная. Как божья коровка и как собачка. Да, это будет божья коровка-собачка. Смотри еще кто есть. Левушка. Вот еще такой Левушка. Это Евчандр. Евчандр, да. Вот такие. Раньше такие точно были. Под старину. Еще у нас есть бантики и снежинки. Будем еще украшать. Вот такой снеговичек есть. Да, снеговичок, шарики. Еще вот такой. Ну, и крошек у нас немного. Если понадобится, то еще докупим. Но, в принципе, у нас много мишуры. Вот еще мишура. Еще вот такая розовая Лиса сегодня купила. Это меня. Так, Леша распутывает новую гирлянду. Я запутался. Вот, как паутина, как паутина. Вот, как человек-паук. Так? Да. Это точно будет Геро Человеком-пауком. Будет такие. На окно я хотела. У нас в комнате. На картину или на окно. Не знаю, куда. Это специально. Да, да, да. Она вот ее делаешь, и она вот так должна висеть. А я понять не могу. Давай крутить ее, вертеть. Вот она какая. Вот она такая длинная. Смотри. Да, на концах звездочки. На каждом кончике звездочки. Куда ты хочешь и вылезать. Давай к нам с Алисой в комнату. Пойдем сразу по здесь. Посмотри мне звездочку посмотреть. Посмотри, посмотри. Вот такая у нас теперь подсветочка на окошечке с Алисой в комнате. Мне кажется, прикольно смотрится, да? И особенно, если свет потом выключить, будет вообще сказочно. Вот такая елка у нас получилась в этом году. Я, кстати, не хотела вот такие шарики вешать. Вот серебряные, фиолетовые и розовые я развешивать не хотела. Но пока я была в другой комнате, Леша с Алисой их все-таки развесили. Но, в принципе, неплохо смотрится. Вот этот шарик как-то торчит. Нужно елочку вот так подогнуть. Вот так. Вот два шарика осталось, но у них нет веревочек. Мама, она их хотела еще повесить. Ну, Алис, ну где я возьму еще-то? У нас тут стоит снегурочка. Она немножечко лысая. Алиса, когда была маленькая, она ее все разорвала. Эту снегурочку. И дедушка Мороз стоит. Вот такой. Дед Мороз, слава богу, пока живой. Морозка ее разорвала. Почему? Почему лысая? Да, вот здесь. Ну, потому что ты маленькая была, когда у нее здесь была корона закреплена на голове. И ты ее оторвала. И все, и она стала лысая. Вот так. О-о-о. О-о-о. Юля, встаю теперь. Встаю. Так. Я ее придерживаю, я не дотянусь. Я слишком маленького роста. Крежу вот она. Леша, у меня еще камера здесь. Ага, молодец. Эй. У меня ноги уже уст... А-а-а-а. Ты что, блин? Моя. Мама. Я чуть не упала. Юля, держи крепко. Не могу. Мама. У меня уже руки трясутся. Держи крепко. Чуть-чуть. Я ненавижу эту гардину. Какую? Ну, вот эту. Любую из них. Она уже второй раз у нас так ломается. Леш, все, я не могу. Я не могу, у меня руки затекли. А, подожди чуть-чуть. Мама. А-а-а. Алиса, не трогай меня. Доча, не трогай, маму. Мама, я думаю, ты упадешь. Алиса, я не упаду, не переживай. Попробую развернуть это. Да, вот камера. Да. Попробуй. Все, у меня руки уже не выдерживают, Леша. Юля. Я держу, я держу. Держись, любимая. Держись. Слушай, у нас какая-то гординная болезнь в этом году. Удум. Все, я не могу болеть, Леша. Подожди, все, уйди. У меня уже вот эта рука, да все уже. Та еще держится. Все, все, несколько секунд. Камера тяжелая еще. Все. Да иди сюда, скорее уже. Иду, 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 иду. У меня уже ноги трястись начали. Иду, иду, иду. Отпускай. Так, эту держать еще? Отпускай. Точно какая-то гординная болезнь. У нас здесь еще одна шторка была. Вот мы ее вернули назад. А зачем убирали? Я не помню. Ну, я... Может, постирали, просто убрали ее и все, да? И что, мы будем разбирать теперь елку все время? Нет. Забыли, что сегодня купили еще одну гирлянду. Вот такую, смотрите. Как будто со снежинками. И она 6,5 метров. Нам как раз хватит ее, чтобы обмотать всю елку. Вот что у нас получилось. Вот такая елочка. Что, доченька? Вот так. Вот так. И вот шторки наши. Дома вырубили свет. Мы сидим в темноте. У меня вот работает только телефон. Что ж ты не фокусируешься? Вот работает телефон. Мы с Алисой сидим на кровати сейчас. Сейчас я подойду к окну. Смотрите, какая кромешная тьма. Что там, что там? Блин, тут... Самокат еще здесь. У машин моргают вот эти манчики. Манчики моргают. Прикольно. Очень темно. У меня даже не фокусируется только. Вон машина какая-то едет. Ужас. Я вообще не знаю, что у нас тут произошло. Какое-то бедствие. Стихийное бедствие. Апокалипсис! Заряда батареи у меня 77%. Слава богу. Денег на телефоне полно. Так что можно сидеть в интернете. И у камеры и последнее деление. Время 22.55. Я смотрела Левин влог на компьютере. И все. И вот выключили свет. Лева, ты во всем видоват. Точно, у нас же еще в холодильнике. Там что? Да ладно, ты, ничего не случится. Ну, в крайнем случае вынесем все на балкон. Зима же, ничего страшного. Так, ну что, я долго с этим Яндексом буду ходить? Пойдем, Алиса? Давай я буду путь светить. Ты нафига сюда этот самокат принесла? Я же чуть не убилась об этот самокат. Алиса идет, держит меня за ногу. Боится, бедный мышонок. Пойдем к папе вместе, хоть не так страшно, да? А где у нас свечки все? Какие? Ну, у нас же были какие-то свечки. Они у нас, по-моему, где-то в холодильнике, на холодильнике. Давайте свечки поищем. Ну, там свечки, ну, такие. А, подожди, нет, нет. Что ты мне тут хоть фонарик, ну, включи, пока? Светишь, ну. Вот они. Ну, слава богу. Ой, какие у меня запасы свечей. У тебя? Это у меня, да. Да, это я их спрячу в одно место всегда, да. Я всегда их складываю только туда. Ты их нашла? Ты их даже не нашла. Ну, я бы все равно потом подумала, нашла бы, что-то уж. Да все, ты, так, спасибо, Леша, да. Ищи зажигалку. У меня нету зажигалок. А кто у нас в семье курит? Никто не курит. Что ты несешь? Я не курю. Давай, нету зажигалки. Нет у меня зажигалки, я серьезно тебе говорю. Давай. Посмотри, в этом же ящике, может, есть что-то. Ты же раньше курил, отыщи свои запасы. Я уже давно не курю. Почему ты не курил? Воктимелька. Воктимельку. В общем, долго мы мучились и свет включили. Мы не просто мучились, мы ругались. Мы ругались с Лешей из-за этих свечек, что мы их, он что ставит их, да. В общем, ужас. Вот так вот семьи разрушаются, да, Леша? Из-за банального отключения света. А почему отключается всегда света? Я не знаю, это уже второй раз сегодня. Задувай. Молодец, дай поцелуи. Любимка. Ну что, давай скажем всем пока-пока. А знаешь, что самое главное? Что нашу семью не сломить отключением света. У нас есть свечи.